Всем привет, друзья! Честно говоря, я не хотел записывать это видео, но так как практически под каждым постом в инстаграме меня спрашивают Конор либо Флойд, я решил записать это видео. Кстати, вот мой инстаграм, подписывайтесь там круто. Нужно сказать, что я не являюсь фанатом каких-то смешанных единоборств, бокса, кикбоксинга и так далее. То есть я не особо компетентен в этом вопросе, то есть я не особо слежу, не особо разбираюсь в этом всем, но так как вы попросили узнать мое мнение, я вам рассказываю. К слову говоря, я наблюдаю обычно за такими глобальными событиями, боями, например, Конор против Флойда, и в этом бое я болел именно за Конора. Не знаю почему, но я был уверен, что Флойд выиграет, а болел за Конора. Наверное, потому что у Конора какая-то энергетика, какая-то харизма, да? Вы видели, например, Конор на каждой пресс-конференции, он просто какой-то энергичный, и именно из-за этого, из-за харизмы Конора, из-за энергии вот этой, смотрят эти пресс-конференции огромное количество народу, даже многих бойцов других, так даже приблизительно такого количества людей не смотрят, как когда выступает Конор. То есть Конор это просто машина, пиар-машина, да? Именно за это и держится, что вот, как его там зовут-то, который основатель этого всего, который раскручивает их всех, Дана Вайт, вот. Он именно и держится за Конора, потому что он понимает, что Конор просто гениальный, он пиар-машина, и то, что он делает, просто привлекает кучу народа. Не важно вообще, как Конор дерется, не важно, как он себя там вообще ведет на ринге, да? Важно, как он себя подает, потому что в медийном пространстве важно всегда, как ты себя подаешь. Может, ты какая-то букашка там, но если ты представишь себя как лев, тебя будут уважать. Ну и давайте плавненько перейдем вот к событию Конор против Хабиба. Кстати, вы видели вот, когда была пресс-конференция Конора и Хабиба, как себя показывал Конор и как Хабиб? Я сейчас не говорю про моральные какие-то нравственные там ценности, да? Я говорю о том, что как бойцы себя презентуют. То есть Конор презентует себя просто великолепно, то есть он показывает людям, какой он есть, то есть может даже он такой не есть в жизни. Он как персонаж, да, он показывает себя как персонаж, такой властный, такой просто харизматичный, который готов разрывать, просто доминировать над всеми. То есть люди из-за этого пришли и там очень много миллионов смотрели. То есть вроде, я не знаю, я может ошибаюсь, я не помню, 2 миллиона человек смотрело в прямой трансляции, там что-то такое. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Вот. А с другой стороны Хабиб, да, он такой спокойный, то есть сидел там, Конор его даже оскорбляет. Да, Хабиб, конечно, там сказал пару фраз каких-то, типа я тебя разорву и так далее, но со своей стороны он был просто, ну, такой, знаете, хамбл, типа смиренный такой, ну, типа не особо выпячестый какой-то, не агрессировал, в отличие от Конора. То есть если бы, например, 2 таких персонажа, как Хабиб, были на конференции, то было бы скучно смотреть. Ну, просто сидели бы такие, я тебя порву, да, я сам тебя порву. А вот, когда Конор присутствовал на конференции, там просто был огонь, там просто готовы разорвать друг друга, ну, яб на самом деле просто бомбил на месте Хабиба, но Хабиб был смиренный и надеемся, что он покажет себя на ринге. Такая тема в этом бою, который состоится 6 октября уже скоро, прям очень скоро, там через пару дней, то можно сказать, что я на 80, может на 70 процентов уверен, что Хабиб выиграет. Почему? Потому что Хабиб занимался постоянно, регулярно, не знаю, как Конор, конечно, мы Конора давно не видели на сцене, так скажем, но Хабиб постоянно дрался, у него были там спарринги, да, он выступал, постоянно тренируется. В отличие от Конора, он не пьет никакой виски, я надеюсь, по крайней мере, да. То есть у Хабиба подготовка там, то есть выносливость гораздо лучше, это первое. Во-вторых, когда Конор выступает, мы видим, что он очень быстро сливается, и то есть у него очень слабая выносливость, он после там третьего раунда уже там запыхавшийся, и это было видно с Флойдом Мэйвейзером, когда он его победил, и в принципе очень легко победил, потому что Хабиб хотел сказать, Конор просто запыхался, он уже даже бить не мог. Мне кажется, Хабиб будет просто выматывать Конора и, скорее всего, в итоге победит. Но самое прикольное, что я буду болеть за Конора, опять же, я буду болеть за Конора, потому что, как я и сказал, он мне ближе по душе, то есть мне нравится его харизма, презентация себя, это очень круто. Но, опять же, я практически на 70, может, на 80% уверен, что выиграет именно Хабиб, потому что по подготовке он гораздо, ну, лучше подготовлен, да, мне кажется, что он как спортсмен в этом направлении, он лучше. То есть не важно, что Конор там звезда, там, да, это всем понятно, что он суперкрутой атлет, хорошо там дерется и так далее. Как говорят, что я мало, конечно, со своей стороны знаю об этих двух бойцах, потому что, ну, практически не осмотрю их бои, но я слышал, что у Конора, да, хорошая ударка, а у Хабиба хорошая борьба. То есть, если Хабиб вымотает Конора и какой-нибудь там захват ему сделает, в партер войдет, то Конору просто конец, он даже двигаться не сможет, потому что у него с дыхалкой вообще жуткие проблемы. Возможно, все изменилось за эти пару лет, сколько он там не выступал на профессиональной сцене, на профессиональном ринге, и, возможно, он подтянул свою выносливость, но, блин, как можно с виски бухать в вискаре на пресс-конференции, когда-то спортсмен, я не понимаю. В двух бойцах тут, конечно, есть какие-то противоречия, да, со стороны Хабиба я вообще не понимаю, как можно людей там называть мразями, которые вообще ему ничего не сделали, он назвал мразями, да, я думаю, вы все эту речь его видели в инстаграме, да, текст. Назвать мразями людей, которые, в принципе, к нему хорошо относятся, я этого не понимаю. С другой стороны, Конор, да, который пришел на пресс-конференцию, спортсмен, блин, пришел со своим же виски и начал бухать там. Я этого тоже абсолютно не понимаю. То есть, какое-то не совсем хорошее поведение, ладно там подавать себя, но там оскорблять кого-то, матом марать, оскорблять там семью и так далее, это уже не очень хорошо. Это он превзошел все, конечно, ожидания и все рамки превзошел. Но могу точно сказать, что у Конора также неплохие шансы есть, хоть я и поставил там на Хабиба 70%, ну, именно для себя поставил 70%, но Конор, кстати, может также побороться. Не знаю, я, опять же, ни в чем не уверен, но вот по данным именно этих бойцов, то, что Хабиб там более такой устремленный, то, что он постоянно занимается, то, что он занимается с хорошими тренерами, я не отрицаю, что у Конора тоже хорошие тренера, но я имею в виду то, что Хабиб очень хорошо подготовлен, он постоянно тренируется, постоянно дерется, а Конор уже несколько лет не выступал, хоть он и является суперзвездой, да, в ММА, но все равно, давайте все-таки будем объективными и, блин, можно сказать, что Хабиб выиграет, опять же, я не уверен. Так как я все рассказываю со своей колокольни, я не особо в этом разбираюсь, как я и сказал в начале видео, вы можете поправить меня в комментариях, может, в каких-то там названиях, датах, цифрах, что-то, может, я напутал, поэтому можете подправить меня в комментариях. А так, я думаю, в принципе, лаконично, логично все получилось, и напишите, за кого вы болеете тоже в комментариях, за Конора, либо за Хабиба. А так, спасибо большое за внимание, напишите в комментариях также, хотите ли вы такие видео побольше, где я рассуждаю, может, о каких-то других атлетах, свое мнение выражаю и так далее. Напишите это в комментариях, хотите ли вы видеть такого плана видео. А так, спасибо огромное за внимание, поставьте лайк, подпишитесь на канал, лайк поставьте, не дизлайк. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok